Вот это розовое чудо стояло сразу на входе барахолки, на столе. Так вот мне ее запаковали. Это чудо в одну коробочку. Это чешский фарфор, розовый фарфор. Такая малюсенькая-малюсенькая фартонница или конфетница. Климо. Я уже показывала вещи подобные этой мануфактуры. Подпишу, конечно же, название и подпишу, наверное, когда это клемо ставилось. И все в коробочке. Так, это уже мне так запихнули, чтобы оно все не побилось. И все вот в такой коробке родной. Я думала, что здесь была какая-то пленка раньше. Сейчас она исчезла. Вот такой эгоист. Посмотрите. Такое блюдечко. Специально удлиненное, чтобы сюда положить кусочек тортика. Либо конфетку, либо какие-то печенюшки. И вот она чашечка кофейная. Кстати, кофейная чашечка, она не маленькая. Наверное, 100 мл точно будет. То же самое клемо. Это серия посуды, я так думаю. Замечательная ручка. Посмотрите, какая она интересная. Как крыло бабочки экзотической. В общем, получился целый набор. Фруктовница и вот такая замечательная чашечка эгоист. Еще сразу вам покажу вот такую малюточку. Птичку невеличку. Это, конечно же, уже много чашечка. Ну, не знаю, сколько здесь. 60 мл-то будет. И она на ножках написана. Друзья, бабария. Ножки немножко постерлись. Побегала эта чашечка где-то. Но, хочу сказать, она в прекрасном состоянии. Когда вы сейчас узнаете, сколько лет этой паре. Климо Егеренко. Бавария. И ставилось оно с 1898 по 1923 год. Можете себе представить. Она в идеальном состоянии. Просто в идеальном. Мануфактура потрясающая. Они любители таких вещей на ножках. Работали они с мануфактурой Томас. Но пути дорожки у них разошлись. Томас, видимо, не захотел приделывать ножки к чашкам. Пошел другим путем. А Егеренко пошел совсем другим путем. Но, хочу сказать, у этой мануфактуры Егеренко потрясающее изделие в стиле ар-деко. И они очень любят вот эти ножки приделывать к чашечкам. Еще одна пара замечательная, я считаю. Хотя она без клема. Но это ручная роспись, посмотрите. Но это сразу видно, да, невооруженным взглядом. Клема нет, но есть какие-то знаки, непонятные мне в тесте. И здесь тоже какие-то розчерки, прочерки. Я так ничего и не разобрала, к сожалению. И смотрите, какое маленькое зеркальце у этого блюдечка. Очень симпатичное. Было там несколько таких чашек. И было два блюдечка, но одно было со скулом, к сожалению. Так что мне пришлось взять только вот эту пару. В отличном состоянии я тоже считаю. Смотрите, золото все в порядке. Покрытие все в порядке. Какого года рождения эта пара? Я думаю, что это 19 век, может быть, вторая половина. Я не такой специалист, великий, ужасный. Но есть у меня такие подозрения. Но это большая удача найти такую вещь в таком прекрасном состоянии. Птички, птички торчат птички. Такое блюдечко глубокое. Вообще очень люблю изображение птиц на фарфоре. Смотрите, какое качество. Но это деколь и это алька-кунст в Айс Джомани. И серия посуд называется птицы. Есть такие маленькие розеточки. Они в наборах продаются. Очень редко, но встречаются. Кстати, у меня где-то есть еще один такой набор. За кулисами уже давно лежит. Руки никак не доходят. В общем, валялась она одна такая. И я ее, конечно же, взяла. И это 60-90-е годы. Раз такая тема птичек. Еще одна птичка. Синичка, я думаю, да? Ну, наверное, многие знают серию этой посуды. От Бурклендау. Целая серия посуды из прорезного фарфора. И сервис у них есть. Есть с разными изображениями и бабочки, и птицы, и птички. Ой, да. И бабочки, и птицы, и цветочки. Ну, вот такие вещи я всегда беру, потому что, во-первых, прорезной фарфор, да? Это великолепная всегда работа. Это все вырезается вручную. Можете себе представить. Одно неверное движение, и все упадет на сморку. Еще одна птичка у меня есть. Сейчас я уж к этой теме вам ее покажу. Эту птичку. Вот такая чашка. Очень маленькая все. Мини-мини. Очень она интересная. Знаете, чем? Тем, что это все ручная роспись. Можете себе представить. Кстати, выполнено все в стиле Майсона. Вот эти жучки, бабочка или что-то такое непонятное, насекомое. Конечно же, это все подражание Майсону. Ручная роспись здесь написана. Корона и буква Н. К сожалению, я не знаю, что это за мануфактура, либо это художественная мастерская. Ну, посмотрите, жучки, птички. Очень красивый оформлен край тарелки. Такие завитки по диагонали. И блюдечко тоже. На зеркальце изображен тоже какой-то жучок. Так можно подумать, Майсон или Херин. Да, это вот их стиль. Думаю, что это вторая половина прошлого века. Ну, давайте вместе подумаем. Может быть, у кого-то есть какие-то идеи. Насчет этого трио прекрасного. Вот, кстати, опять же, это мануфактура. Игорь Энко. Но уже другое клеймо. Ставилось как раз в тот период, когда американцы стояли в Баварии. Какие-то года. Сорок какой-то. По сорок какой-то. Я подпишу, конечно. С историей у меня слабовато, друзья. Но она, конечно же, смотрите, прекрасна. Вот этот оформленный край мятного цвета. Майсонский букет, прекрасная форма ручка и блюдечки. Они тоже прекрасны. Смотрите, какие яркие. Какие дорожки здесь вырисованы по диагонали. И мастера не пожалели. Майсонский букет, да. Украсили так, украсили. С ног до головы. От ушей до кончиков ног. Украсили эту чашечку прекрасными букетиками. Тоже еще одна прекрасная мануфактура. Ничем не хуже предыдущей. И тоже вся покрыта цветами. Но уже совершенно в другом стиле, да. Такой прозрачный серый. Пригушенный такой винтажный цвет листочков. Очень красиво оформлены край тарелочки. Но тут уже золото. И внутри чашки тоже сплошные цветы. Это, друзья, Унгереншилды. Это 50-е годы чашечка. То есть трио, конечно же, тех времен. Судя по форме. Но клеймо это ставилось долгие годы. Так что только по форме изделия, по стилю можно определить, когда эта чашечка была произведена на свет. Так, и на чем же мы остановились, друзья? Я, честно говоря, прервалась на пару дней. Были у меня кое-какие дела. Так что я уже не помню, на чем я остановилась. Но точно не на этой маленькой прекрасной шкатулочке, которая расписана вручную. Посмотрите, и какая она нарядная, и сколько золота, и в каком она прекрасном состоянии. И опять же, я скажу вам про возраст. Про возраст, друзья, я вам хочу сказать. Мануфактура эта Шерхольдс называется. И клеймо такое ставилось с 1907 по 1923 год, по-моему. Она в прекрасном состоянии. И я за нее даже боялась торговаться, за такую стрину. Потому что я знаю, что некоторые продавцы неохотно отдают такие вещи. Даже не на одну копейку. Видно, да, здесь немножко потертость есть, и поэтому круглая желтизна. Но думаю, что это можно очистить, если очень даже приложить ручки, то она будет в еще более прекрасном состоянии. И, кстати, сегодня мануфактура эта называется Плауэ Плауэ Плауэ, и она еще существует. И знаете, какие особенные изделия они производят? Литофания, картины и лампы прекрасные. Опять тройка. Можно назвать часть этого видео, да. Была я в одном крытом рынке в тот день, и я нашла один стул. Он был полностью заставлен в трио. У меня даже глаза разбежались, и я даже не заметила одну потрясающую тройку, которая стояла у меня под носом. Когда я уже рассчитываться начала с продавцом, я увидела, я ее вам покажу. Ее трудно было не заметить, но я была так воодушевлена этим столом. Друзья, розенталь, и это начало прошлого года. Я подпишу, конечно же, 20-30-е годы, я думаю. И эта буква Р как раз ставилась в те самые года. Это арт-деко, название серии посуды называется вот так. Я не знаю, как этого говаривать, это имя, но я скажу на свой лад. Маделина, я вот так читаю. Но, по-моему, она как-то по-другому произносится, меня уже как-то исправили. Усыпанная чашечка розочками, такой ситцевый цветочек, ситцевый манер. Ручка типичная для тех лет. И форма чашки напоминает несколько одной стаканчиков. А как оформлено красиво зеркало, блюдечко, да? Вроде бы этот рисунок рельефный, он нигде больше не повторяется, да? Все три предмета, и они все три по-разному оформлены. Как будто бы не от этой тройки. Но это от той тройки. Скажу вам на 100%, я уверена, потому что я уже сверилась с интернетами всевозможными. Покажу вам сразу вот эту вещь. Нашла я ее в коробке. Вернее, очень смешно получилось. Одна женщина ходила по коробкам, собирала вещички. Потом подошла к продавцам, спросила цену, что-то ее не устроила. И она сверху коробки вот так все и поставила. Эту пару я и прихватила. Немножко сход золота. Нет, чуть-чуть есть скольчик небольшой. Прям мизерный, мизерный, мизерный. Ну уж я не знаю, ну за такие вещи, да, накручивать цены, по которым они там продают. Я вообще удивляюсь. Тот же самый розента. И очень похоже на предыдущую троечку, да, той же самой эпохи. Буква Н стоит. Так, я подпишу, что это значит, я не уверена. Такая прекрасная двоечка на очень симпатичной юбочке и тоже розочки. Йохан Хавелан, так видно, да. Тоже начало прошлого века. Прекрасная мануфактура. Мне она очень нравится. К сожалению, у нее был очень короткий век существования. Потому что у нее были проблемы, с которыми она не смогла справиться. Это тот самый брат Хавелан, того самого другого брата Хавелан, который Лимож. Можете представить, это были два брата. Они получили наследство. Парфоровую мануфактуру в Лиможи. Но не смогли договориться. Рассорились. Так что вот этот брат уехал в Баварию. Можете себе представить, открыл мануфактуру в Баварии. Но вот, как я сказала, что не смог он вести свои дела. И, по-моему, эту мануфактуру купил Розенталь. Смотрите, какая прелесть. И в каком прекрасном состоянии это трио. Слоновая кость, фарфур цвет и оранжевые и серенькие цветочки. Все, как я люблю. Арт-деко. Так, эта тарелка валялась, друзья, в коробке. Валялась под хламом. Их там было несколько штучек. Взяла я одну, купила я ее на заказ. Показала в телеграм-канале. Меня попросили ее купить. Где-то она висела. Смотрите, грязное отверстие. Сильно уже закоптившее. Такая повидавшая виды. Совершенно какая-то странная проволочка для КПМ. В общем, смотрите. Всего лишь 5000 штук было выпущено таких тарелок. Берлинский запах. Хумбольшос и выполнено по оригинальным зарисовкам профессора Герхард Урлих. Вот, я вам все прочитала. Вообще, я хочу сказать, что вот эта серия посуды называется Курланд. И вот, собственно, мы видим этот дворец или замок. Как хотите, так его назовите. И, кстати, мы с вами уже знаем, что если здесь стоит такой скипетр серого или черного цвета, то, значит, изделие было декорировано деколью, то есть принт. Конечно же, все это было выполнено на берлинской мануфактуре Королевской КПМ. Она называется. Так, клеймо, друзья, забыла сказать. Вторая половина прошлого века ставилась с 45-го года, по-моему, по 70-е годы. Прекрасная настенная тарелка такого хорошего размера. Так, мне интересно, я когда-нибудь это видео закончу. То олень позвонить, то тюлень, как называется. И сейчас мне позвонили, попросили приехать забрать кое-что. У моих знакомых, они уезжают в отпуск по Германии. И просили меня забрать находки, которые они нашли для меня в одном из домов. Очень интересные находки. Если позволит время, я, конечно же, покажу. А если нет, то все будет в телеграм-канале. Все ссылки внизу под этим видео. Вот про это вам, друзья, я говорила. Это был стол полный трио прекрасных. Эту тройку я не заметила. Представляете, когда я уже начала все паковать, я ее увидела. То, что называется слоната, я и не заметила. Трио потрясающее. Не только формой, очень известной и очень популярной от Эльминау. Климо времени ГДР. Эльминау. Но декорирована она в совершенно другом месте. И, кстати, смотрите, клеймо художественной мастерской перекрывает клеймо мануфактуры. То есть одно время многие мануфактуры возмущались, что художественные мастерские ставят вот так рядом свои клейма. И таким образом, как бы это все неправильно, должно все перекрывать. Но в ГДР, наверное, таких правил не существовало. Эта мануфактура, то есть художественная мастерская, находилась в городе Кало. И подписано, что это ручная роспись. И эти все цветочки прорисованы ручками. Смотрите. Видно, да, мазки. И видно, да, что это не деколь, что это действительно ручной, так скажем, да. В прекрасном состоянии это трио. И хочу сказать, что в Германии такие трио очень дорогие. Это большая удача, что я ее нашла. Что я ее заметила. А посмотрите, что у меня здесь торчит. Такая интересная вещь. С луковым рисуночком Цвебель Мустер. Знаете, да, откуда пошел этот рисунок? Старо-давние времена, еще в 18 веке. Мастера Германии, Европы подражали китайским мастерам фарфорового искусства. И переняли этот рисунок. А так как изображались очень много экзотических фрукций, ранее здесь неизвестные в Европе, не знали люди здесь таких вещей, фруктов и овощей экзотических. И прозвали это все просто уковый рисунок. Чего уж тут выдумывать, да? Никакого клема здесь нет. Друзья, это кодлер. Кодлер, такая баночка с крышкой. Изобретение 19 века в Англии. И очень любимая всеми, или почти что всеми домохозяйками. Для чего эта вещь? Для приготовления яйца в мешочке. Причем готовится оно без крупы. Вливается сюда, я так поняла, яйцо. Я ни разу не пробовала и не знаю, как это делается, но я немножко почитала, подготовилась. Насыпаются пряности, можно что угодно сюда добавлять. И все это варится в кипятке. И вот эта петелька специально, чтобы доставать эту баночку из кипятка. Также это яйцо подается в таком виде на стол. И дополнительно служит для сохранения тепла продукта. Хочу сказать, что некоторые вещи старинные очень пользуются спросом у коллекционеров. Им могут стоить ого-го каких денег. Но этот не стоит ого-го каких денег, но очень приятный. И впервые попал мне в руки. Вообще редкость, я хочу сказать. Сколько я не искала, я впервые нашла. Где его нашла? Но в коробке же я нашла, правильно. И пришло, похоже, время шкатулок. Купила я на одном столе парочку шкатулочек у одного смешного мужчины, который разговаривал, я не знаю, с десятью покупателями. Везде все успевал. И каждому хочется знать цену на все. И каждому хочется все купить. У него был такой хороший стол. Он был очень популярный. У него там был аншлаг. Прорезной фарфор, друзья. Украшенные прекрасные лепнины в виде розочки. В изумительном состоянии. И хочу сказать, больше похоже на какую-то аромалампу, чем на шкатулку. Но я думаю, что не стоит такие вещи использовать с какими-то ароматическими средствами. Все-таки я думаю, что это шкатулка. Клима-мануфактура Геральт Парцелан. И это в большомане с 60-го по 90-й год. Очень известная мануфактура. И у нее всегда прекрасные и качественные изделия. Еще на этом столе была одна шкатулочка. Очень интересная. Такого рода шкатулки часто встречаются. Я их уже, в принципе, и не показываю в видео, а показываю еще в телеграм-канале. Конечно же, это фарфор Эльминау. Но посмотрите, это ручная роспись. Поэтому я хотела ее показать. И это клеймо, я не знаю, видимо, какая-то художественная мастерская, которая клеймила свои изделия таким образом. Но раз это время ГДР, я думаю, все-таки, значит, это какая-то ГДРская, неизвестная мне художественная мастерская. И вот она, ручная роспись. Посмотрите, какой замечательный майсинский букет, да? И с желтым выделены вот эти уголки, крышки, шкатулки. И по бортам этой шкатулки тоже цветочки выполнены, конечно же, вручную. Еще раз покажу клеймо. Может быть, кто-то что-то знает или узнает, или найдет, и нам все расскажет. Вот такое чудо. Ой, так, кирс с тормашками. Вот такое чудо. Вот такой набор, друзья, он валялся в коробках. Представляете, это десертный набор. Десертная тарелочка. Вот такая большая и маленькие шесть. И вот такая большая. Посмотрите, они все декорированы одинаковые. С листочками, веточками и стрекозками. Клеймо, друзья, это цит-шестер, но, судя по форме и окраске, и исполнению, это 50-60-е годы. Баварский фарфор. И вот такие блюдечки. Блюдечки, к сожалению, с большим потерей золота. Но, как бы, меня это не смущает, потому что это полный комплект. Шесть тарелочек. И я считаю, что это очень редкая находка. Ее невозможно было там оставить, потому что декор редкий. И я такой манфактуры еще ничего подобного не видела. Так что, поэтому я и купила этот прекрасный набор. Посмотрите, он замечательный, несмотря на эти недочеты. Это тоже я в коробке нашла. Наверное, видели в видео дощечка для завтрака. Обычно для завтрака такие вещи используются. Либо для сервировки сыра. Это розенталь, и это начало прошлого века. Поэтому я еще ее и прихватила. Такой, знаете, лаконичный дизайн. Арт-деко, да, наверное, скорее всего. И, по-моему, есть такие наборы посуды. Я где-то что-то видела, но, к сожалению, было очень дорого. Но эта дощечка просто валялась, и я ее купила. Люблю такие вещички. И, наконец-то, друзья, свершилось. Давно искала себе что-нибудь на балкончик, что-нибудь подобное. И, наконец-то, я нашла такое кашпо. Интересное. Похоже, что это Италия. Не похоже, а это действительно Италия. Здесь все написано. И номер серийный какой-то стоит. Либо это декор. Релефный рисунок в виде пута. Ангелочек летит. А может быть, это ангелочки. Крылышки. Они сложили, видимо. Их не видно. Здесь тоже. В лесу они чем-то заняты. Но здесь точно ангелок. Что он там делает, я не поняла. То ли жарит, то ли парит, то ли читает книгу. Так, а это нет. Думаю, это трещинка. Нет, это какая-то грязь. В принципе, в хорошем состоянии. Но это же, конечно же, керамика. И, может быть, это даже Базана. Я не уверена. Но это очень известная фабрика. То есть, известное очень местечко под названием Базана. Где испокон веков производится легендарная керамика Базана. Базана это или нет, я не уверена. Тваждать не буду. Но вещь очень качественно выполнена. Это выполняется все в форме. Форма должна очень быть качественная. Качественный оттиск. Но мне очень нравится этот кашпо. И я с ним, конечно же, не расстанусь. Этот заварник я нашла тоже в коробках. Вот в таких каких-то налипших он бумажках. Я так его в таком виде нашла. В таком виде я все и показываю. Немножко сход золота есть с ручки. Но так он в изумительном состоянии. Это деколь. Это очень древний винтаж. Если можно так выразиться. Причем рисунки, они не повторяются со всех сторон. Есть какой-то... А, это, наверное, луна. Да, друзья. Как это дерево называется? Я не помню. В общем, друзья, кто знает, скажите, как называются эти растения. Ну, это лилия, да? Точно. Это лилия. 86-й год, друзья. И я думаю, что это Япония. Сначала я подумала, что это Китай. Но потом я нашла аналогичные вещи в интернете. Заварник еще что-то. И две чашки с подносиком. И стоит, друзья, такой набор толстого с лишним евро. То есть я была очень удивлена, приятно, что такая вещь мне попалась в руки. Что я почувствовала, что это что-то особенное. Красное качество деколи. Что-то золотое и очень миленькое. Посмотрите, какая цировка. Цировка, кстати, по золоту выполняется очень тонким металлическим стерженьком. То есть по поверхности вот так мастер все это вырисовывает. Цирует. То есть клеймо, друзья, Алька Кунст. Настоящее золото указано на этой этикетке. 40-е, 50-е годы, по-моему. Это мне не изменяет память. Я все подпишу, конечно же. И вот такая нижняя часть этой шкатулки. Тоже валялось все это в коробке. Можете их и представить. В изумительном состоянии. Ей повезло, что она попалась мне в руки. Так бы она там и пропала. Керия посуды называется Майлан. Если я правильно вижу, если я правильно прочитала. В общем, вот такая милота. Это что такое? Я не знаю. Но похоже, что тоже какая-то интересная. Очень, очень интересная. А! Было очень смешно. Я покупала трио на одном столе. И увидела эту прекрасную шкатулку. Бонбонерку, наверное, скорее всего. И спросила цену, сколько стоит эта бонбонерка продавить. Мне сказал, да, она ваша. Я говорю, да, спасибо. Так дешево. Приходите еще. Что называется клеймо Ваймер. Клеймо такое ставилось до 50-х годов. И я думаю, что эта бонбонерка была именно выполнена в 40-е годы. Как раз на рубеже, когда эта манфактура была нациализирована и была уже названа Ваймер. Прекрасный держатель крышки, да. Смотрите, он из колечек и каких-то шариков состоит. И такие же шарики на ножках. Посмотрите, держатели выполнены в форме листьев аккантуса. Казалось бы, да, шкатулочка такая простенькая, да. Но столько интересных деталей, которые хочется рассматривать. И очень красивый декор, нежный и легкий. Блюда. Очень редко стали попадаться мне блюда, к сожалению. Знаете, бывает то густо, то густо. Но, кстати, коробочку мне оставил мой старьевщик, который я как раз съездила за коробочкой. Там есть шикарное блюдо. Может быть, покажу. А может быть, и будет все в телеграм-канале. Видели, да, как это блюдо лежало на поверхности земли нашей, на коробочке. Называется серия посуды Гавайи. Я, по-моему, на барахолке это показывала. Вот четче все это видно. Ваймер. И это время ГДР. Прекрасное выполнение. Тоже такой легкий рисуночек. Очень изящный. Вот вы какие Гавайи, да. Теперь мы знаем, как Гавайи выглядят в темную ночь. Кобальтовую. Это, друзья, точно рулетница. И она от Шуман. Я помню ее. Она была единственная рулетница в тот день, который я нашла. С прекрасным декором. Я думаю, что она из какого-то сервиза, да, уцелела. Одна денешника. Больше я там ничего не нашла. Вот, пожалуйста, клеймо Шуман. Вторая половина прошлого века. Видео будет коротким. Я покажу, что я забрала у старевщика. Вот такая коробочка, хочу сказать, не очень большая от старевщика, но очень красивая. Так, темнее, друзья, быстренько покажу пару вещей, которые мне особенно нравятся. И особенно, которые я ждала. Розенталь. Серия Посудный Мольер называется. Что это значит? Марк Грефин, Вилья, Льмины. Я не знаю, возможно, это вот этот вот декор. Цветочный так называется. Это десертный набор. Из шести вот таких блюдечек, точно вам говорю. И самое главное, это блюдо, которое главное здесь. Как-то попадалось такое блюдо в коробках, можете представить. Но оно было стрещено, и вот свершилось. Мне, ну, как бы считайте на заказ, да. Повезло. И мне досталась вот такая вещь. Я, конечно же, все не буду показывать, потому что времени уже нет. Покажу, наверное, в телеграм-канале. Есть вот такие вот тарелочки с циррухой. Красивые блюда, красивые от Эльминау и Райхенбах. Но это все, наверное, будет в телеграм-канале, скорее всего. Хочу показать эту шкатулку такого огромного размера. Можете себе представить. Впервые такое вижу. Размерчик так размерчик. И вторая половинка ее на ножках должна быть, по-моему. Поэтому, если я помню, так, буду уже разворачивать, как попало, друзья. Потому что времени нет. Ну да, она на ножках. Такой размерчик. Эльминау это время нет. Не время, да, ошибаюсь. На 30-е по 50-е годы ставилось такое клемо. Прекрасное состояние. И вот такого она размера, такая ванночка. Не знаю, сколько здесь сантиметров. Сантиметр, наверное, 15-17. Так, и как это все выглядит с крышкой? А выглядит все это так, что ничего не видно. Так, отодвинем чуть-чуть. Вот она, она во всей красе. Спасибо вам огромное, друзья, за ваше внимание и за вашу обратную связь. Все крепко-крепко обнимаем. Ваша Лена. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok